все еще мы тут видим для нашего тоннажа еще не полностью точно показывает для нашего тоннажа 83 на телегу сама то я вам скажу на тягач вернее для 14 тонн очень даже хорошо назад выезжаем с территории скинем документы на офис пускай потом отправляют на и фишку нам сходим в местное сельпо потратим денежку перед новым годом немножко не сильно без фанатизма с паромами пока еще неизвестно ну во первых мы же не знали как тут что будет у нас нет ну для 14 тонн 8 тонн на вторую конечно это вообще красота бывает двадцатку везешь там 8 тонн на вторую то это для 14 тонн 8 тонн 2 с учетом того что топлива уже не очень много красота огонь чех приехал грузится я сначала думал мне вот это вот красная вот этой фигней нужно грузится оказывается нет заполнен дозвол еще перед выездом я не знаю у меня сейчас вот 12 тонн показывают что за 100 что загружена она тоже может две с половиной прибавлять по документам 14 с половиной 14 где надо прибавлять умеете хрена узнать ну красиво красиво все получилось за два часа это вообще просто шедеврами все везде бы так тут и и магазин рядом и стать можно вообще какой то я не знаю все паром на завтра на вечер и больше ничего желать не нужно ну а пробежаться вон туда вон совсем чуть-чуть вон нет то там и пенник по-моему два штуки рядышком здесь вот станем с краешку туда не поедем уже конечно не будем наглеть лишних 200 метров пройдем сказано сделано пошли шопингом займемся тратить деньги конечно это хорошо нужно наверно даже полезно недалеко сока тут 500 метров то всего от силы через поле перейти не знаю там он пенник наверно в пенни пойду нет-то он такой но мне меньше нравится пойдут пенник схожу плюс пенник ближе короче спешить некуда времени вагон с паромом еще пока все равно ничего не сказали сейчас мы все равно схожу и буду выдвигаться в любом случае в том направлении поедем в сторону берлина туда на север нам все равно в ту сторону ехать поэтому раз не спеша прогуляемся эту часик полтора и рванем ехать то надо в любом случае нет так это конечно мне понравилось хорошая загрузка четко быстро и доки готовы никакого геморроя это получается плитка как ее не керамическая глиняная глиняная это то же самое короче походу получится что она наверное скорее всего зазвенит на границе обычно керамика всегда звенит когда это традиционные проезжаешь керамика всегда звенит посмотрим скорее всего это зазвенит но ничего страшного разберемся придут померяют может не расстреляют а если расстреляют то не сильно пойдем аккуратненько по обочине чехи сюда сюда один уехал второй ездит чехи это тут рядом получается туда вот напрямки и в чехию попадешь австрийская граница чехи ну прямо если так это точно в чехию по фан кофе тут просили посмотреть ну и дака вообще считают такой дорогой магазин как бы вот да у маяр 649 ну ойми и такса 5 звезд 14 евреев порта в общем все что хотите за ваши деньги ладно пойду я то что мне нужно затем сюда пришел именно искать ну что второй раз возвращаемся уже это только второй раз сейчас дойдем до машины я покажу масштабы трагедии вот там магазина сходи там того сего купить час греть напишу там небольшой список прилетает портянка на весь экран телефона не помещается совсем небольшой за разу не утащил первую ходку сделал я чуть дошел на машин сейчас вот вторая что-то что-то сигналит чего сигналит тоже увидите памперсы прикиньте это старший киндер тут собрался к концу февраля начале марта дедом сделать не все конечно хорошо я понимаю это классно тем более внучка родится там с колясочки погулять там туда-сюда все хорошо базара нет погоняла дед считай не готов может быть морально пока надо бороду отращивать канал закрывать деду канал вести на ютубе о какие перспективы в двадцать первом году все сейчас начнется я как вспомню 10 лет назад ой что не рез весь спальник завален памперсы шмамперсы все такое прочее сейчас вот тоже пойдет дело фух ура мы пришли сейчас все это дело еще надо растусовать как-то разложить ой там с пассажирской стороны страшно заходить к этой машине где наши ключики тогда там впереди еще такой же пакет здоровенный ну а это все о главное закроется собираем тапочки переобуваемся портом кроссовки на место поставим все все хорошо сейчас это дело растусуем будем двигать пошли да неужели время без 15 сейчас только выезжаем так дозвол заполнен немецкий в принципе все больше ничего не надо я не знаю я боюсь спальников него страшно будет нак открывать на границе таможеннику белорусскому в каменном ладно это потом чего-нибудь разничку им туда-сюда распихаем тут по кабине первый раз что сейчас у нас немножко другая какая головная боль головная боль в принципе закончилась не то чтобы закончилась но все заказали паром а прикиньте на клайпеду паром вот сегодня вечером уходит а следующий судя 21 следующий только 26 представляется вот эти магазины я тут все платье они жду со мной здороваться начали здрасте банджор но вот он так туда-сюда мигал тут их глазами куда тут эта вся банда едет вот а в лейпая завтра в 12 часов 2359 естественно мы взяли на завтра в лейпая прикиньте себе в лейпая на завтра не будут а следующий в лейпая 27 вот это был бы прикол сегодня загрузился 21 и до 26 ствола бы тут это было бы весело а так слава богу все броню же мне прислали травимеда короче до травимеда мне отсюда 860 километров ну сегодня далеко мы не уедем особо ну как не особо половину я думаю сегодня пройдем куда-нибудь до лейпцига лейпцига кому слово лейпциг режет слух 3 мне дает работу еще сегодня в принципе еще почти 7 часов с десятым часом посмотрим куда доедем туда доедем большой принципиальности нет завтра завтра останется доехать до порта и вечером погрузится корабль сейчас мы пойдем отсюда с на автобан выйдем поручи пойдем по 93 автобанов той чешской границы до реггенсбурга на реггенсбург и туда наверх на север потом выйдем на 9 автобан там берлин мюрхен вот этот вот не упадем в сторону берлина вот именно до этого ляпцига ляпцига а там свернем сторону магдебурга на 14 и там на ганновер короче это потом все на километров так вот на лейпциг раз 400 там чем-то километр вот грань 400 километров думаю еще проехать 240 с утра проехал 400 сейчас он часа три проедем станем поедем пару бутербродов перехватил бы сейчас еще кухню разводить так вообще когда ехать итак я тут часа три почти ну какой да с 10 вот на часа считается три часа убил бегающий по местным с глибом тоже надо 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 все надо все все надо короче вот план такой поехали куда доедем туда наедем там еще в районе магдебурга товарищем александром в планах пересечься который нас возил в общем на экскурсию возил там видео есть встретиться надо это наверное завтра сегодня чего ему сюда в липциг ехать когда он считается возле магдебурга будут проезжать а он там живет рядом так что вот так нормально едем паром есть все есть это главное что есть паром завтра вечером на ночь мы уйдем в ночь со среды на четверг мы придем в четверг с утра мы уже придем к границу все это в будущем интересно что они меня направо тащат а все правильно направо шахтабан нарисован туман какой-то здесь ну хорошо используем первые как скажется два голоса здесь что с вами поспоришь там сколько там пэх новых стоит а новье то только что парковку проезжал вот этот завод остался что-то я поздно о нем вспомнил еду тут на своей волне размышляю о том о сем а это видно парковка вот и цегрузовиков на завод тут регистрация тут все дела завод бмб мы сейчас вот чуть-чуть в сторону мюнхена проедем и вот через 16 километров уйдем на 93 я так понимаю пересечемся с ним это вот который с регенсбурга напасал туда на австрию вдоль чешской границы и вот по нему почешем туда на север до 4 автобана до 72 в руку потом на 72 и на девятку и опять наверх на север на север на север что-то я тут сегодня сорока мне на хвосте принесла 26 27 в Когалыми под полтос 44-47 елки-палки может развернуться в Испанию поехать кошмар какие погоды там стоят знойные может после нового года потеплеет малеха нечего я тут напутал 93 автобанон у нас правее идёт а вот на регенсбург 15 цен показано значит едем дальше 15 цен у нас через 7,7 километра дорога на регенсбург нам надо на регенсбург попасть в сторону регенсбурга и там мы на 93-й выскочим ну в тех краях просто одна сюда угодит направо вторая говорит ехать дальше но указатель подтверждает мнение второй поэтому верю второй 60 километров в час через 200 метров на регенсбург кстати сколько сейчас пересчитает разница в километра же будет целых 10 километров пересчитала ну тут может что-то я не знаю может дорога сами видели регенсбург по 15 цен дорога 15 цен это через 6,5 километров съезд вот она 15 н дорога может интересно сколько отсюда до регенсбурга уже решила сюда не ехать но они тут тоже одна говорит через Макдебург поедем через Лейпциг-Макдебург вторая кричит поедем вот регенсбург направо поедем по семерке через Кассель я говорю не поедем через Макдебург через Лейпциг-Макдебург там подъеду меньше и через Лейпциг-Макдебург и через Лейпциг-Макдебург а суду по националочке только ну тут немного может сейчас посмотрим указать должен был висит километр нам отсюда до этого города до этого города до этого города груз конечно шикарный вот этот низкий что мы загрузили тут по идее ты ее увязка-то сто лет не нужна но поритянул для вида конечно не то что для вида прижал так положено прижал внутри Генсбург 64 километра отсюда ну довольно таки прилично еще да нам по националке сейчас 64 километра здесь красться но мы так хороший кусок срезаем чем если бы пошли по 92-му вот сейчас когда вы ехали сюда в сторону Мюнхена свернули а если бы пошли туда в сторону Австрии получился бы круг довольно таки приличный здесь мы срежем напрямки и так это нормально а пиндекс такой отрежем уже научились по националкам ездить в субботу все нормально спешить некуда времени вагон можно хоть до самого порта ехать по националкам дороги не платить шучу конечно просто к чему что времени у нас не меряло завтра до 11 вечера можно на задней передаче доехать с выключенным двигателем а вот тем более она здесь широкая будет вот такая вот дорога для автомобилей через 100 метров едите на дорогу с круговым движением а затем с единой используя второй съезд она кстати может быть даже платной некоторые вот такие желтенькие они тоже платные используйте второй съезд когда прибор стоял который отсчитывал центры когда ты видел сколько то есть снимал понятно что тут она намного дешевле чем такие автобаны намного дешевле даже на очень много дешевле ну вот некоторые из таких вот дорог они тоже платные а 35 километров показывает машка нам до 93 автобана и выезд вот видите дрезденхофф нюрнберг 93 35 километров и мы выскочим на автобан вот регенсбург нас из направо 30 автобанов на пасауна австрит налево нюрнберг а прямо наверх туда на грязь донахов куда мы едем ну что-то все в тумане здесь в горах одна все равно на нюрнберг утаскивает поехали по семерке но поехали вдоль чехии прокатимся Дашка не съеду с автомагистрали поедем по прямой на праву конечно не поедем но может когда-нибудь побываем я то был ты то не был через 80 метров и 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 прикольно тогда сколько вот лет сюда уже езжу я никогда 72 автобана который сейчас со стороны дрездена кодбуса сюда в сторону германию не уходил на этот сторону берлина всегда ушли дальше все и уходили на девятку чтобы уйти туда ниже южнее мне наоборот на север надо вот что пару мы делаю да вообще дом с правой стороны сейчас находится минут не справа но сейчас будет справа мне туда надо больше все интересно вот связи со семейцами отсутствием и дозволов туда ехать нельзя прикольно хотя всю жизнь так ездили и когда не думал что я буду паром ходить а так вот нам на девятку надо вот 173 дорога 9 автобаны мы выскочим на него чё нам не показываешь куда-то направо показывает зачем направо нам прямо святый автобан прямо такое направо все тут чуть-чуть нам останется вот у два с половиной километра и мы сейчас выскочим на девятку и пойдем в сторону берлина скоро стемнеет да а я еду точно да вот два километра и сейчас вот на эту корку подняться с этой спуститься на эту подняться и поедем уже сейчас будем заезжать где-то обеда ужинать надо что-то там в топку забросить за тоже желудок позвоночнику прилип и не отодрать и потом еще что еще посмотрим сколько нам будет давать ну где-то в районе часов 3 нам еще будет давать проехать нормально остается уже сейчас отсюда 586 километров то есть еще часа даже два проехать это кентра в 160 400 на завтра 400 километров оставить больше нам и не надо вот сейчас один километр налево 9 автобан и погнали на берлин идем на берлин ездим когда я делал в когалы идем на берлин даже стихами заговорил немножко бегал им берлин все вот он и наш автобан на него и перескочили срезали тоже тут маленький аппензикс но резанули на следующем повороте поверните налево на следующем повороте поверните налево здрасте девяточка сейчас да вот сто тридцать шесть километров и там потом на 14 автобан будем уходить на берлин мы напрямую не пойдем через магдебург ганновер короче вот маша сказала хватит сегодня работать поехали отдыхать вот маша сказала значит едем 14 автобан уже в районе халли здесь сюда где-то нам 430 километров на завтра до травименда до порта время 7 снижаем автохофф хорош на сегодня такой довольно таки продуктивный денек получился не скажу я вам я уже загрузки пробежал 436 и утром 240 почти 680 километров суме пробежал плюс загрузились плюс кучу денег потратили поверните на право я думаю что в принципе день удался поверните на право а 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 . а вот он наш автохофф а на следующем повороте поверните налево затем будете в конечный пункт на следующем повороте Не доводилось здесь ни разу стоять. Вообще на 14-м автобане он такой, как бы не по маршруту всегда был. Редко на нем по нему ездили. Вы прибудете в конечный пункт через 70 метров. Так, тут у нас все через шлагбаум. Здесь все по-серьезному. Вот через шлагбаум, так через шлагбаум. И что тут пишут? От 2 до 20 тысячи четырех часов. О, внимание! Короче, 14 евро. Ну, если я не ошибаюсь, по-моему, на 8 из них можно сходить в ресторан. Давай! Там, по-моему, даже до двух часов что-то надо платить. Да, я не обратил внимания. Так, ну вот место есть. Вот место есть. Места есть. Наверное, сейчас мы развернемся и туда задом затолкаем. Где только что машинки стояли. Там еще. Тут тоже вот сзади есть. Ну, зачем? С левой руки спокойненько затолкаемся. Вот, наверное, прямо вот сюда. Как раз и толкать будет удобно. Вот отсюда. Не надо будет тут выламываться сильно. Продолжение следует. Вот здесь вот. Тут уже сломалось. Поехали!